Всем здарова, с вами Мимик и мы продолжаем проходить игрушку Гритфол. Так, в прошлой серии мы арестовали алхимика под люку такую, который продавал какие-то непонятные зелья нормальным жителям. И за кадром я сходил к торговцу и всё попродавал. Ну как всё, оставил курточки с разными вот этими вот фракциями, так скажем, на всякий пожарный пускай будут. Я освободил место. Так, давайте посмотрим, что у нас по сюжету. Также осталось торжественный отъезд. Сообщить послу Телемы. Я вот подошёл к нему, чтобы не бегать снова. Полкафта. Давайте сообщим вот этому вот. Добрый день, милошка. Госпожа Десарда. Чем обязан такой честь? Я хотел сообщить, что мы с моим кузеном Константином скоро отправляемся на Тирфраде. А, да, я слышал разговоры о том, что вы оба получили новое назначение. Позволите вас поздравить. Вас ведь назначили эмиссаром содружества? Вы правы, милорд. Спасибо. На вас возложены большие надежды, которые, я уверен, вы быстро оправдаете. Чё-то в доверии. Так, предстоятельность о Корнелии я буду счастлива познакомиться с вами и вашим кузеном. Жаль только, что ваш отъезд так внезапен. Да. По правде говоря, я хочу попросить у вас помощи в одном очень деликатном деле. У каждого есть деликатное дело. Расскажите подробнее. Может, я успею заняться им до отъезда? Хорошо. В сирене укрылась небольшая группа опасных еретиков. Нам известно, что ваш дядюшка не запрещает въезжать в город такого рода. Но еретики представляют угрозу для всех истинных верующих. Если вы арестуете их и передадите в руки нашей страже, то окажете нам очень большую слугу. В сирене ересь не считается преступлением. Это всем известно. Но дядюшка наверняка прислушается к вашим доводам. Почему вы обращаетесь ко мне? Князь, конечно же, рассмотрит наше ходатайство. Но на это уйдет время. Слишком много времени. По нашим сведениям, беглецы уже связались с перевозчиком и могут сбежать в любой момент. Ясно. Вы рассчитываете, что я успею принять меры раньше, чем они уедут во вражеский город. Если ваши еретики собрались плыть на корабле, они, скорее всего, сейчас где-то в пошту. Я посмотрю, что можно сделать. Че, спросить можно? Не, пошел нахер. Пошел нахер, не ложь. Я пошла. Я вначале заговорился. И хотел сказать, что он пытается в доверие к нам, короче, втираться. Типа, любезности такие говорит. Че там? Сообщить капитану, что вы готовы к отплытию. А, и у него же найти этих еретиков. Пошли. Собака такая непрещеная. Вроде сказали, что типа пофиг. Можно типа еретиков? Здорово. Спросите о еретиках. Вы тут не видели никого подозрительного? Может быть, нелегальных пассажиров? Оглянитесь вокруг. Это порт. Здесь столько народу, что за теми следишь. Пока они не пытаются пробраться на мой корабль. Нет. Хотя недавно поймали одного контрабандиста. Правда? Это интересно. Идем сейчас. В паштовой тюрьме. Около складов. А, откуда вдруг такой интерес к контрабандистам, подозрительным личностям? А, не рассказывать, рассказать. Давай расскажем. Он вроде нормальный дядя. Да и нас как-никак везет. То не расскажем, он потом в море там выкинет нас нахер за борт. Скажи, типа, а, не рассказали твари. Двое еретиков собираются бежать из сирены. Посол Телема поручил мне их поймать. Рад, что вы мне доверяете настолько, что не скрываете этого. Вот-вот. Я слышал, как люди предстоятеля говорили об этой парочке. Так, они требовали, чтобы их пропустили на наши склады. Им, разумеется, было отказано. Откуда... А, туда пускают только нафти этого. Прости, милорд. Беглецы явно где-то поблизости. Но вам не позволят арестовать их на нашей территории, по крайней мере, официально. Что вы имеете в виду? Скрытность и находчивость. Бывают полезные слов и титулов. А-а-а. Я понял. Почему отсюда нельзя забраться? Так, че он... Ага, сюда. Ну, отсюда можно прям на карте доминить задание. Пошлите, сходим в тюрьму. Hello. Ты сюда пробралась, чтобы меня об этом спросить, что я бандит? Если ты ждешь, что я признаюсь в каком-нибудь преступлении, то у тебя не все дома. Вы же видите, что я не из знафтов. Так что, вы тот, кто нам нужен? Ну, я так сижу в тюрьме... А, я и так сижу в тюрьме, типа, поэтому пофиг мне. Да, я перевозчик. Таких в этом городе пруд-пруде. Я ищу двух человек из Телемы. Они хотят незаметно покинуть город. Они связывались с вами? Надеюсь, ты не рассчитываешь, что я помогу тебе за так. Я не питаю особых чувств к нанимателям. Ну, и предавать их за бесплатно тоже не хочу. Да вопрос святой. А если мы вас освободим, вы их предадите? Скажите, где эти люди, я открою клетку. А, конечно. Эти двои Телемцев спрятались на складе прямо за тюрьмой. Вряд ли они туда... А, вряд ли они оттуда уйдут без меня. Если нафты до них доберутся, сидеть им в одной клетке со мной. Спасибо. А как насчет двери? Ты обещала меня освободить. Можно ее не освобождать? Освободить. Ну, пошел нахер. Пока. Посрел? А, ладно. Может, потом все-таки это нам на руках. Так, отсюда мы вроде все стыбзили. Кто здесь? Да хранит нас за озаренный. Вас прислал контрабандист? Этого человека арестовали и бросили в тюрьму. Он просто рассказал, где вы прячетесь. Предатель. Сучка. Вы отдадите нас в руки инквизиции? Прошу вас, смилуйтесь. Мы ни в чем не виноваты. Мы не еретики. Мы обычные ученые. Почему тогда посол Телема так обеспокоен вашими исследованиями? Почему вас ищет инквизиция? Почему вы прячетесь? Потому что мы захотели опубликовать свою работу. Вот-вот, мы написали книгу. Она не понравилась цензору. И вот результат. Мы думали, что в Сирене будем в безопасности. Но инквизиторы так нас возненавидели, что пришли сюда. Так, книги о плане побега, возможности договориться. Давай об книге спросим. Расскажите о своей книге. Из-за каких открытий мог подняться такой переполох? Нас интересовали записи святого Люциуса. Это ученик святого Матеуса, который вернулся в Телема после путешествий с учителем. Он самый. Оригинал его рукописи бережно хранили, но никогда в сервис не изучали. После открытия Тирфради, мы решили внимательно проанализировать этот текст. Мы хотели узнать, не этот ли далекий остров святой Матеус называл Эдемом. Так-так, интересно. И что вы обнаружили? Вне всякого сомнения, святой Матеус и его ученики посещали Тирфради. Ага. В рукописи не было ни слова из того, о чем нам всем рассказывали. В оригинальном тексте святого Люциуса ничего не говорится об Эдеме, о рае озаренном. Там говорится о голосе, который зазвучал из недр земли и убедил святого Матеуса остаться. Чё ж им по-белому написано? И нет никаких сомнений в том, что автор рукописи Люциус. Давай, быстрей говори. Теперь я понимаю, почему на вас охотятся. Из-под земли мог говорить скорее демон, нежели бог. Священные тексты с трудом подаются толкованию. Но только не этот. То есть они вообще запудрили всем в мозге. Эй, на самом деле, ну как обычно, религия херу там. Тяк, как будем сбегать? Я не знаю, в принципе, арестовывать их не за что, я так думаю. Так как реально то, что... Хотя бы забыли, они сказали, типа, не, не будем опубликовывать, мы всё забыли. Хотя так просто их один хер не оставят в покое, мне кажется. Что если они знают такую тайну, в принципе, раскопали, то по-любому оставлять их в живых. Ну и, скорее всего, я не буду их арестовывать, а спасу. Уп, сорян. Мы надеялись добраться до Аль-Сада. Инквизиция не осмелится пойти за нами в логово врага. Наши исследования вряд ли будут интересны мостовому Альянса. Ну, там хотя бы безопасно. Но вы тайно проберётесь в Аль-Сад. Вас могут принять за шпионов. Это лучше, чем умереть на костре. А возможности договориться? Вы говорили с цензорами? Вы могли бы просто забыть о своём открытии. О, о чём я и говорил. Мы уже письменно признались, что неправильно поняли тексты святого Люциуса. Мы были готовы сказать, что вообще не видели настоящей рукописи. Да всё что угодно. Ничего не помогло. Они хотят нашей смерти. Ну да, да, тут логично. Ладно, придётся вам искать убежище на территории противника. Не выдавайте нас, пожалуйста, позвольте нам идти. Арестовать, отпустить, пообещать договориться. Но если просто отпустить, то навряд ли они что-то там сделают, да? Тем более, они знают, что этот контрабандист типа тварь. Давай попробуем договориться, хотя у меня особо не прокачана харизма. Я могу замолвить за вас слово перед послом Астового Альянса. Будем надеяться, что он согласится предоставить вам убежище. Вы так добры, пусть озорённый рассеет мрак на вашем пути. Да, да, ты молодец. Если мне удастся убедить посла, вам придётся забыть о таких пожеланиях. Ну да. Сейчас сказать, типа, мы готовы плыть, короче, и пускай они Альбибэча дальше, да? Мне всё же интересует, почему вот эту дверь нельзя открыть никак. Что тут явно что-то есть. Лестница вот. Явно вот эта вот стоит в рак. Двое. Скорее всего, по какому-то пути из квестов-то, возможно, нас сюда привело бы. Что отсюда никак не зайдёшь. Тут-то можно попробовать, но, скорее всего, нет. Ящики вот этой всей херни. Няня, куда вообще нам бежать? Ага. Это к тому чуваку, который там дал задание на алхимика, да? Так, попросить защитить историков. Мне надо с вами поговорить об одном деликатном деле. Слушай вас. Двое историков недавно сделали открытие, связанное с легендарным основателем Тилемы, Матеосом. И похоже, их изыскания не обрадовали озарённого. Точнее, тех, кто в него верует. Не-а-а, тварь, снова пытаются сжечь нормальных людей. Не всякого сомнения, поэтому эти историки просят вас предоставить им убежище. Мы их приимем. Где они находятся? В Порту Сирены. Они надеются незаметно уплыть в Альсад. Хорошо, мы предоставим им охрану и переправим безопасное место. Вот нормально. Обратно бежать? О! Телепорт снули нас. Не благодите. Надеюсь, вы быстро обживётесь на новом месте. Если вы не против, примите, пожалуйста, вот это. Немного, но у нас больше нет. Кто у тебя красный уши, чувак? 80 монет. Нет, пошли этой собаке скажем, что ни хрена у него не вышло. Я и ты, тварь. О побеге. К сожалению, еретикам удалось улизнуть. Да, будут они прокляты. Как такое могло случиться? Вот как даже сказать правду, солгать. Но, блин, скажем правду, он на нас наорвёт, скажет, типа, ах, вы ж твари, вся фигня. И пытаться понизиться. Давай, не знаю, солгём. Скажем, типа, я пытался, как мог. К сожалению, отступника взял под защиту посол мостового альянса. А нахер ты? Мне не удалось бы арестовать их без дипломатичного скандала. А мой дядюшка этого бы не одобрил. Мостовый альянс. Я знал, что эти еретики побегут к ним. Вся надежда была на вашу расторопность. Жаль, что так вышло. Да пошёл ты нахер, сказал последний момент. Остаётся лишь молиться, чтобы озарённо защитил нас от их происков. Ну, ещё и опыт, ещё и репутация получили. Во, нормально. Так, чуть во что уровень тем временем. А это значит, открылось какое-то очко таланта. А, характеристики. Силу, ловкость. Ну, пока что тоже не буду ничего прокачивать плат, потому что пока без него нормально. А таланты на пятом откроются, да? У меня вот эти вот два, получается, как бы есть из-за шмоток. Там написано взлом вкачан. Дальше я не знаю. Или энергичность прокачать, потому что там стенки вот эти вот были непонятные. Или харизма лучше. Ну, в общем, посмотрим. Так, чё, с квестами всё. Пошли по сюжетке. Наконец-таки мы отправимся. Я уже, если честно, забыл, как драться. Болтовня, болтовня. Чё, погнали там плавать. Чё, на корабле будем 18 тысяч квестов выполнять. Да, погнали. Покинуть, остаться. А ну, подожди. На всякий пожарный я сохранюсь. Кто вдруг, чё тут будет. Мне кажется, мы вроде бы уже всё сделали тут. Всё, что только возможно. Погнали плыть. Следуйте за мной. Заткнись, лютик. Я его лютиком буду называть. Сейчас нападут на нас кто-то бандиты какие-то, да? О, сундук. Что, локация такая здоровая? Чё, мне кажется, что не просто так вот это вот. Или нет? Ну. А, походу. Вау. Чудовище проснулось. О, точно. Ёба. Эээ, наш корабль. Эээ. Ни хера себе. А как он там вообще поместился в этом корабле? Беги, лютик. Ну а нахер. А, даже подраться не дали, да? Ну ладно. А, нет, походу, всё-таки придётся. Монетку на счастье. О, бээ. О, бээ. О, бээ. О, бээ. Блин. Но он не сложный. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, а хпшка нам отрегенит? Блин, даже жалко, да как? Всё хорошо, он мёрг. Ты не ранена? Нет. Твои уроки не прошли даром, да? Ага. Нас почти убили. Никогда ещё не видел таких гигантов. Только посмотри на него. Невероятно, бой, кузина. Это было великолепно. Вряд ли дела во мне. Это чудовище выглядело измотанным. Я всего лишь добил его. Ты, как всегда, скромна. Но я тебе уверяю, это была потрясающая битва. Э, нет. Бля, давай. Слоу хп как-то быть. Неохота. А может там всё-таки нам восстановят? Ну, блин. Продолжение следует... Опа. Ну да, он, видишь. Это чё за баг такой был? Твою ж ты ж тварь. Давай пынём его. А если б не перезагрузились, не видели вот этот тут баг. Ну, уже лучше. Чё там дали нам? Янтарь. Облутать его можно? Нельзя? Почему? О, нихера себе. Он имеет исчезать. Гадная нога. Чисто вообще деревянная, да? Здоровый, дядя, здоровый. Это, как мы поплывём-то с дыркой в корабле-то? А, или это не наш корабль вообще? Чё? Да, мои господа. Ха, рожа у челка, у лютика. Ты куда побежал? Ты чё, кораблей никогда не видел? А он надеется, наконец-таки, показать сумму отцу, на что способен. Скорее всего, просто хочется сбежать из этого осиного гнезда. Значит, мы хотим одного и то же. Чё-то с тенями. Какие-то проблемы. По местам поднять якорь, приготовиться к отплытию, поживей. Ловите ветер. Чё-то облака слишком быстро как-то пролетали. Новая сирена. Новая локация. Ну всё. Наконец-таки. Пустя, блин. Два с половиной часа мы отправились. На новую локацию. М-м-м, пятый уровень. Отлично. Чё там, где наш хлютик? Не надоело ему там плавание? Сколько они там, несколько месяцев вот так вот в море? Это жесть, конечно. Херай себе птица. Тир-фради, земля. Ох, ты ж ёптёк. Грэйт фэйл. Да мы уже как бы поняли. Благодарю вас за торжественный приём. Я Константин из рода Арсеев. Ваш новый наместник. Не знаю, что за церемонию вы приготовили к моему приезду, но я бы с удовольствием её пропустил. Какие странно у вас здесь обычаи. Похоже, вы наставите, чтобы я выпил. Здравствуйте. Вы словно язык проглотили. Или эти клювы вам мешают? Ваша Светлость. Простите, что эти доктора не проявляют должного там к вам. Будьте спасибо вам, пошли нахер. Не обращайте на них внимания, пейте. После долгого морского путешествия тело ослабевает и нуждается в заботе. По мнению наших учёных, без укрепляющего средства вы можете заболеть и умереть. А, лучше б я умер. В жизни не пил ничего хуже. Разве вас на корабле не предупредили? Как видите. Вы должно быть госпожа Моранж. А, вот это. Позвольте я вас представить. Это госпожа Моранж, а это моя дорогая кузина. Где капитан? Похоже, ругается с каким-то адмиралом. На разговор это не похоже. Ясно. Что ж, придётся поблагодарить его за этот замечательный... Отдых, миледи. Прошу вас, покажите мне дворец. Если можно, все его закоулки. Мне не терпится познакомиться с этим городом. Моим городом, блин. Иди сюда, товарищ, ты куда пошёл? О, стяки, ничего не бойтесь. Я буду вашим защитником. Ага. Меня списали на сушу. Чё? Адмирал отправила меня в увольнение. Мой кузен был очень вами доволен. Наверное, произошло недопонимание. Не, вряд ли. Она всего лишь поручила мне помогать вам. Кажется, это поручение вам не по душе. Не принимайте на свой счёт. Просто капитану неуютно без корабля. Как бы то ни было какое-то время, я к вашим услугам. А, ещё один член. Хватит. Васко. Далее. Как я могу заметить, что у наших напарников, получается, есть основные характеристики, но нету талантов. То есть, в том же там Dragon Age можно было, например, сделать и себя на того же там вора, а по другим там прокачкам талантов, как бы, иметь просто напартника. Тут, скорее всего, такое не получится, да? Походу, уже на то. Левел ап. Так, давай поговорим с ним. Чё там по времени? О его отношении к вам. Ничего интересного. А с тобой нету новых диалогов? Нету. Так, давайте сохранимся. И давай посмотрим, что это вообще за карта мира. А, найти Константина. Константина поговорить с Кварти Мейстером, Казар, Монетный Сураж. А, ну да, у нас же ещё ж доп. задания. Склад А, склад Б, склад В. Чё на этих складах? Можно ж растрибзить. Так же прокачку талантов я не буду сразу сейчас распределять, потому что непонятно, где лучшие таланты мне сейчас пригодятся. А, нас не впустят туда. Доступ закрыт. Найдите другую дорогу и действуйте скрытно, иначе на вас нападут и ваша репутация ухудшится. А, даже в том, что я... Шмотки нафтов, да? Упасть можно? Нет. Тише, тише. Может, что-то есть, что-то интересное? Показано. Ну, тут-то какой-то вход. А где он? А, или это просто спуск. Тут-то ничего интересного. Может, до какого-то квеста? Я не знаю. Ну, ладно, побежали. Поговорим с кошки-мейстером. Полутаем сундучки. Можно туда залезть. Туда. А, ну. Хуй. Ну, там какие-то два хера стоят. Чё-то посмотрели на меня. А, как тут мимо них даже не пройдёшь, получается? Правильно? Ладно, не будем пока что себе подвёть голову. Хера там. Шахтёры падают с неба. Тыпзим, тыпзим, всё, тыпзим. Ага. Не зря мне показалось. Вон тут в помещении что-то можно степзить. Ну, ещё и на замок. А, чё? А, пофиг. Погнали по заданию. Я думаю, в этом городе мы всё равно будем надолго. Останемся. Резиденция. Наместник. Посольство. Так, чё у вас есть интересного? О, спросить можно. В лавке? Ладно, пофиг. Нихера себе по урону. А у меня там какой вообще урон-то? Сравнить. Эм, подожди. У меня 185 уронов. Тут даже, блин, какой-то у ножичек намного лучше. Но на него нужна ловкость. А тут уже сила. Сила или ловкость? Эм, значит, походу, зря, что я силу прокачал. Потому что я больше люблю всякие-то мечики, нежели топорики. И молота. Ух, нихрена, четырехствольный пистолет. Ух, хо-хо. Это ещё чё за пушка. И шмопа-шмочеку тут неплохо. Ладно, что предметы для заданий? Зелья, сна, но у нас, по-моему, есть такое. Даже конья, кофе, ладно, пофиг. У нас, по-моему, есть. Да, зелья, сна, есть. Ну, так как мы не умеем ничего варить, как бы. Поэтому это всё будет бесполезно. Так, ещё всё стабилизать. Ягоды. Пускай будет. Ну, ликёра и вина. Давай. А где у тебя чё? У тебя пустая лавка, чувак. Или ты немного передегустировал своих напитков? Кузнец, ля. Здорово! Сделать заказ ли? А зачем точно такое же своё оружие буду делать? Чё-то, по-моему, у тебя какая-то херня продавится, чувак. Там вот от Гоша намного лучше. Поэтому пошёл ты нахер. Эй, ты там, Кош-темейстер. Херня какой. Будь я провокляд, это же капитан Курт. Манфред, так и работаешь. Как видишь, вам что-то нужно? Шлем твой нужен. Мы к вам по поводу товара, который привёз Курт. А, вы про груз генерала? Да, мне сказали, что он уже прибыл. С товаром всё в порядке? Увы, нет. Его выгрузили на один из поштовых складов. Их хорошо охраняют. По ночам охрана меньше, но груз всё равно не смогли забрать. Эти ящики из-за регистрационной садовой декларации, обратитесь с официальным запросом. С помощью фальшивой декларации можно обмануть Кош-темейстера. Но не поштовую власть. Начнутся расспросы, которые генерал предпочёл бы избежать. Что? Так он хочет, чтобы мы ему груз принесли? Конечно нет. Курту нужно только найти этот склад и придумать, как незаметно в него попасть. Ещё надо пометить наши ящики. Зачем? Они уже подписаны. Многие посылены не умеют читать. Чтобы они нашли ящики, нужны метки. Кроме того, им придётся действовать быстро. Не будет времени всматриваться. Ясно. Ну посмотрим, что можно сделать. Да пошли вы нахер. Одни проблемы с вашими этими грузами. Попросили там провести какую-то контрабанду непонятную. Мы даже не видели, что там внутри. Теперь ещё не пропускают. Идите, говорит, помещайте ящики. Будьте здоровы. Это же я правду говорю. Твари они. И получается вот эти вот как раз склады. Да, да, да. О, мы же были в этом, да, получается? Поэтому он уже пометился. Или нет? Или да? Так, успеем, не успеем их пометить. Давай, наверное, до него добежим. Эээ. Хватит тебе здесь мои шмотки. И там на этом закончим. Где мы вообще лазим? А, торгаш. Помню, помню. Чё, кстати, по весу? Ээ, ты чё там выпила? Чё она там выпила? Не ясно. Короче, с этим складом будут какие-то непонятные проблемы. Потому что... А, или... Два вот этих, да? А немного времени есть? Можно посмотреть, как оно. Отсюда по-любому нельзя. Поболтать с ними тоже нельзя. Ага, типа отсюда. Эээ, и тут получается... Тут проблема с этим зданием каким-то была, но... Нам туда не надо, это хорошо. Беспаривно. И, а то, что я... Ну, как бы, шмотка хихник. Ничего, давай проверим всё равно, в принципе. Мы заканчиваем. А, да пофиг. Ну, тогда вообще, изи. Это не те. Значит, не на этом складу, да, получается? Это я куда выйду? Нормально всё, чувак. Вот, я новый, этот, грузчик, охранник. Так, тут стыбить ничего нельзя. Хорошо. Или нехорошо. Где-то оттуда ящики, да? Вот, ящики. Один из них сломан. Здесь оружие. Это мне-то не нравится. Оружие на Тирфраге мы получаем отеку в охране. Ты не знал, что в ящиках? Нет. Я не лезу в генеральную деду. Ну, я ж говорил, что какая-то непонятная контрабанда, что, блин. Ещё, ты говорите, идите там помечайте, и там там помечайте. Так, мы ж пометили. Или нет. Втянули нас, гады, найти. А, так. Не пометили? В смысле? А, всё, да? Да. Шлёп, 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 шлёп. Давай сюда зайдём, посмотрим, что тут. Эм. А, или ему пофиг на нас. Ладно. Тут можно выбить, но выбить при них. Я думаю, это не очень хорошая идея. А, второй или открыть ключом? У меня нет ключа. Ха. Вот первая дверь, для которой нужен нам взлом. Либо взлом, либо разрушить. Урой науки, стихийная ловушка. Это... Что это вообще у нас-то такое? Это вот эта вот херня. Блин, видимо, придётся прокачать либо взлом, либо науку. А вот это они продаются, случайно, на какой-нибудь шмотке с навыком. Там науке, я так скажу. Ты видел его? Нет. 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 А шерелик какие-то есть? Магический паралич Противление мог урону Плюс 40% жесть Восстановление здоровья в секунду А, у нас скорее всего на магию, да? И сопротивление яду Блин, ну я бы восстановление здоровья купил бы На яд А, сила воли нужна Чувы А то чисто на магию, да? Плащ есть, харизма Харизма А, да синенький вроде, ничего Давай купим Потому что он харизму дает Блин, ну а в оружии искать тоже смысла нет Блин, обидно Науки нету Ну, кузнеца, так скажем, тоже навряд ли, да, будет Урон Семесло Семесло Тута нету А что за насчет заказа-то? Я не понял, почему он показывает на наших Ладно, и так же я не вижу Этого верстака Где можно улучшать Может туда можно что-то вставить, типа На плюс талант Ладно, разберемся потом Давайте Стадим квест, скажем, типа Что за херня Сохранимся И закончим На этом это серия Эй, ты хер Один из ящиков был поврежден Я очень удивилась, когда увидела его содержимое Да Честно говоря, генерал не говорил мне, что там Он приказал доставить груз сразу же, как только кушт выполнит задание Других распоряжений не было Как бы там ни было Спасибо за помощь Пожалуйста, примите этот знак благодарности за помощь куштов Подкупает нас, сучка По-любому Сегодня мне сообщили об одной серьезной проблеме, и это касается вас Че там уже такое? Мне сказали, что некоторые из наших солдат вымогают у торговцев крупные суммы денег А я тут при чем? Говорят, что это плата за защиту Стража вымогает деньги у торговцев нашего города Именно так Некоторых лавочников избили Одного мы обнаружили мертвым Жесть Ну а при чем тут я? Но торговцы отказываются давать показания, стражники успели их запугать Мы не сможем арестовать преступников без помощи со стороны Типа как-то втереться А нет, поговорить с торговцами Ну короче, как бы Мы хотим разобраться, но нам впадло, короче И поэтому иди Сама разбирайся и общайся с ними, да? Ну все как обычно Поручение в принципе недалеко Но узнать, что с ними там произошло Мы будем в другой серии Пока что заканчиваем На этом нашу серию Спасибо, кто смотрел И до новых видео Пока-пока